Здравствуйте! Если сегодня крупный, серьезный, а что производитель хочет ковать деньги, не отходя от кассы, ему обязательно нужно делать кроссоверы. Ведь именно этот сегмент рынка, по прогнозам аналитиков, будет развиваться наиболее быстрыми темпами, и это развитие не остановится уж точно до 2010 года. И вот очередной полноприводный универсал с легкими внедорожными возможностями и увеличенным дорожным просветом, на сей раз от Мазды. Однако сказал очередной и осекся, потому что сделать просто кроссовер сегодня, это значит ломиться в закрытые двери. И Мазда пошла другим путем, понимая, что на рынке уже есть очень жесткая конкуренция, ведь как минимум 25 автомобилей уже продаются в этом классе. Это настоящий спорткар. Вот как его задумали японцы, таким он и получился. Посмотрите. И дело не только в агрессивной внешности, дело не только в этом заваленном лобовом стекле, который, кстати говоря, обеспечивает очень приличную аэродинамику, аэродинамику практически спорткара. ЦХ-034. Дело в том, что здесь под капотом стоит 260-сильный турбодвигатель, объем 2300 кубов, точно такой же, который ставится на Мазду 3 МПС и Мазду 6 МПС. И все это покоится на огромных колесах, на 18-дюймовых колесах, которые упрятаны в эти раздутые арки. Причем это не имитация кроссовера. Посмотрите, эти огромные, опять же, повторюсь, 18-дюймовые колеса стоят не на низкопрофильной резине, а на резине высокого профиля, которая позволяет глотать дорожные неровности или неровности вне асфальта. А плюс к этому довольно внушительный дорожный просвет в 205 миллиметров. А внутри, внутри все это тоже напоминает немножко кокпит спортивного автомобиля. Честновато, аскетично, но вместе с тем довольно уютно. Кстати, отдельные элементы дизайна очень хорошо перекликаются с Маздовским спорткаром, роторной машиной RX-8. Ну и как мы тут обживаемся, краткий курс молодого бойца о том, как Маздовцам удалось за два года из концепта MS Cross Sport, из той сказки, сделать пыль. Ну и кое-что о тех технологиях, которые применены в этом автомобиле. Мы определили три ключевых слова для описания дизайна. Крепкий, спортивный, обтекаемый. Спортивный. Он явно соответствует теме современных спортивных автомобилей. Крепкий. Прочность достойной автомобиля класса SUV кроссовера. Обтекаемый. Обеспечивая прочность и спортивность, кузов отличается рафинированной утонченностью. Вторая важная и неординарная составляющая CX-7 это мотор. 100 сил на литр. Это тот рубеж, после которого начинается действительно высокая форсировка. Тут 113 сил на литр. Для сравнения, у Mitsubishi Outlander, например, прямого конкурента, всего 70 сил на литр. Эффект достигается турбиной с промежуточным охлаждением. Однако турбомоторы, как известно, весьма прожорливы. Компенсировать этот недостаток призван непосредственный впрыск топлива. Впрочем, обещанные Mazda и максимальные 13 литров на сотню – это утопия, выведенная идеалистами в тиши лабораторий. Чтобы ездить более-менее динамично и получать удовольствие не только от факта владения автомобилем, но и от управления им, рассчитывайте, как показал наш опыт, на 15-17 литров. Слушайте, ведь хорошая получилась зажигалка и по антуражу, и по ощущениям. Чего стоит только вот этот вот высокий, практически ролейный рычаг шестиступенчатой коробки. Это довольно тяжелый налитой руль. Это тоже отнюдь не женская педаль сцепления. И вообще автомобиль производит впечатление некого профессионального мужского орудия труда или отдыха. Но в любом случае это настоящий снаряд. А чего стоит эта жесткая подвеска, которая доставляет огромное удовольствие активному водителю, которая заставляет машину буквально цепляться за асфальт в повороте? А ускорение с нуля до сотни за 8 секунд! При этом так и хочется еще раз переключить передачку, еще раз переключить передачку, потому что клацами вот этой коробки доставляет откровенное удовольствие. Это как затвор! Ты каждый раз тякаешь передачу, ты каждый раз передергиваешь затвор перед новым выстрелом. Однако вопрос. Нужно ли все это будущим российским покупателям? Тем более, что половина из них это женщин. На самом деле в России все будет немножко по-другому. Во-первых, подвеска будет мягче. Во-вторых, на российской версии будет стоять только автоматическая коробка передач, шестиступенчатый автомат. А кроме того, двигатель будет дефорсирован до 238 лошадиных сил. Правда, хороший момент, 350 ньютонов на метр сохранится. Почему это сделано? А чтобы двигатель соответствовал нормам не Евро-4, а Евро-3. Но зато мог работать на 95-м бензине безо всяких проблем. Этот мотор может есть только 98-й. Кстати, эта российская версия сделана специально для нашей страны. И это не вариации на европейскую или американскую тему. То есть фактически у Мазды в виде ЦХ7 есть три автомобиля. Американо-японский, европейский и специально российский. Кстати, премьера Мазды ЦХ7 состоялась уже давно. И машина уже продается и в Японии, и в Америке. Так что мы тут не присутствуем на неком таком глобальном дебюте. Однако европейская премьера состоялась летом 2007-го года. И что самое интересное, именно в России стартуют европейские продажи с 1 августа. Но возвращаясь к теме российской версии и того самого 95-го, а не 98-го бензина, сделано это специально. Ведь кроссовер все-таки это машина, которую покупают не только ради статуса, не только ради того, чтобы зимой было удобно парковаться, не только ради того, чтобы спокойно переносить огрехи наших дорожников, а еще и для того, чтобы путешествовать. А поэтому кроссовер это не только изящная игрушка, это еще и утилитарная вещь. А посему давайте-ка мы заглянем с вами на заднее сиденье и в багажник. Итак, мальчик я не то, чтобы сильно с пальчик. Все-таки метр 81, и поэтому попытка усесться самому за собой будет весьма показательна. Ба, друзья, да тут простор не то слово. Сюда поместится Майкл Джордан. Места еще полно. И над головой тоже. Кстати, несмотря на довольно высокую поясную линию, обзорный сзади тоже весьма приличный. Не планетарий, конечно, но детям будет не скучно смотреть по сторонам. Но вот все остальное совершенно не приспособлено для дальних поездок. Здесь нет пепельницы, впрочем, пепельницы нет и впереди, ну да бог с ней. Но нет розетки, куда можно воткнуть телефонный зарядник или, например, кофеварку. Кроме того, здесь практически нет карманов, кроме одного вот этого в спинке пассажирского кресла. И вот этот минимализм, честно говоря, в этой ситуации немножко добивает. Ведь все-таки мы говорим о том, что машина эта, хоть и сделана прежде всего для водителя, но подразумевает под собой некое семейное времяпрепровождение. А теперь заглянем в багажник. По меркам одноклассников он середнячок и особо большим размахом не радует. 455 литров сейчас вот здесь. Неплохо, наверное, но их могло бы быть и меньше, если бы сюда положили полноценное, полноразмерное запасное колесо. И, наверное, вот можно было бы пожертвовать в России объемом багажника ради вот этой необходимой вещи, потому что пятое нормальное колесо для нас – это не роскошь, не излишество, а, согласитесь, норма жизни. Ну, а мы можем увеличить объем багажника, сложив сиденье второго ряда. Как и у многих современных одноклассников, простым нажатием на рычажок мы убираем второй ряд сиденья. У нас получается практически ровный пол. Сейчас здесь 774 литра, если брать по уровню вот этой вот полочки. А если мы полочку уберем и попытаемся загрузить машину до потолка, то у нас получится 1348 литров полезного объема. И это уже позволит владельцам Мазды ЦИК-7 осуществлять некую серьезную хозяйственную деятельность. Хотя, наверное, перевозка старой утвари весной на дачу, а по осени возвращение домой с тещей граблями и урожаем картохи – это, наверное, скорее все-таки будет исключение для владельца Мазды ЦИК-7, чем правило. Потому что машину эту покупают совсем для другого. Покупают ее для удовольствия. И вот очередную порцию этого самого удовольствия мы получаем на гравийке. И тут есть повод как раз поговорить о том, как работает полноприводная трансмиссия на ЦИК-7. Вот сейчас там, где-то в недрах автомобиля, происходит настоящий мыслительный процесс. Электроника, которая управляет муфтой, перераспределяющей момент. Эта электроника анализирует информацию, которую она получает от датчиков, стоящих на рулевом колесе. То есть учитывается положение рулевого колеса, поворот право-лево. Учитываются данные, которые поступают от системы стабилизации, электронной стабилизации автомобиля. А, кстати, для России она будет немножко перенастроена, в отличие от европейско-американской версии. Кроме того, поступают данные о пробуксовке каждого отдельного колеса. И в результате, эта самая муфта перераспределяет момент от полностью полноприводного варианта, то есть 100% момента приходится на переднюю ось, до распределения 50 на 50 между передком и задней осью. При этом система антиблокировки тормозов занимается тем, что иногда смыкает колодочки на проскальзывающем колесе, и таким образом имитируется работа блокировки дифференциалов. В остальном заметим, что это все-таки скорее типичный горожанин. И он полностью отвечает условиям городской эксплуатации. Единственное, что смущает, это очень большой радиус разворота. Могла бы машинка быть немножко и поманевреннее. А еще, на мой взгляд, российскому покупателю захочется за свои 43 или 47 тысяч долларов, а именно столько будут стоить две версии этого автомобиля, два варианта комплектации, иметь несколько более изысканный интерьер, иметь раздельный климат-контроль, которого здесь нет, иметь электрическую регулировку пассажирского сидения, которой тоже здесь нет и быть не может, и иметь память установок водительского кресла, поскольку за рулем в семейном автомобиле будут всегда ездить двое, он и она. Однако, к сожалению, всего этого Мазда предложить не может даже в виде опции. Единственная опция – это люк в крыше, который можно купить за отдельные деньги. Однако, все-таки, наверное, большинство покупателей будет обращать внимание на Мазду CX-7, оценивая вот эти вот нюансы, эти мелочи комфорта в последнюю очередь. А прежде всего обращая внимание на то, что это самый динамичный автомобиль из одноклассников. Планы по продажам таковы. На 2008 год 5000 автомобилей. Но если спрос на автомобиль будет расти, а он уже есть и уже есть очередь, то тогда, возможно, квоты будут увеличены. И, кроме того, может быть, через год, может быть, повторюсь, появится все-таки на российском рынке и шестиступенчатая механическая коробка передач и дизельный двигатель. Но об этом позже. Редактор субтитров А.Семкин